друзья всем добрый день меня зовут аурика и я рада приветствовать вас на своем канале вязание модное хобби это видео вторая часть влога который я снимала за кулисами игры вязание на выбывание и как говорится наверное я слишком хорошо хорошо выполнила свою работу что у меня получается эти две части немножко получается заходом на ноябрь но я думаю ничего страшного все равно будет вам интересно смотреть и когда я стала смотреть и немножко монтировать в процессе видео я поняла что я удалила парочку важных видео готовой работе которая у меня случай случилось да я вам сейчас вставлю небольшие кусочки а потом вернусь чтобы более подробно рассказать насколько я все помню да какие параметры и так далее так что давайте сейчас посмотрим на готовую работу а потом я к вам вернусь так на сегодня 31 октября и вам снимаю готовый джемпер он сегодня уедет поездку и давайте скажу сколько он весит я только что взвешивала двести двадцать восемь грамм я вязала все в две нити бежевого цвета у меня ушло в ноль буквально там наверное на сантиметров 30 остались кончики этого цвета фиолетового у меня было 7 мотков и у меня в остатке остался так нету прям рядышком один целый и немножко остаток остался вот ну можно сказать что 6 моточков у меня ушло на этот джемпер так 6 сейчас проверила не 6 получается 5 да то есть как раз вот этот вес и получается да то есть это 7 от 6 у меня еще есть остаток вот джемпер очень получился мягкий комфортно сейчас немножко желтеть потому что окошко открыто там солнышко мне очень хотелось вам показать его до того как он уедет вот . довольно и мы будем вязать еще один такой джемпер но уже в подарок из пряжи astra design который тоже похоже на брошь тальпаку сил силк вот и тоже по полосками но только немножко изменим расстояние то есть ширину полос вот фотографии я так наспех скажем сделала вам ставлю покажу как он смотрится главное клиент доволен и и он быстро довольно таки связался по поводу горловины мне не придется ничего обрабатывать она хорошо сидит и также хорошо сидят резинки на рукавах здесь я уже просто закрывала петли без накидов и так далее вот так что готовы плечевое изделие я начала вязать носочки в дороге мы ездили в новгород на экскурсию и давайте я вам и как вы поняли готова работа это джемпер который я вязала для дочки в поездку она ездила на экскурсию нас в ярославль или великий но великий в ростов великий и в москву они на каникулах ездили я вы не поверите я снимала части кусочки о том как я его вижу и видимо когда меня закончилась память я наверное легким движением руки удалила то то те кусочки в которых рассказываю поэтому у меня есть только готовые как вы понимаете я его связала и он был готов к 31 октября вот вязался он очень легко из пряжи дра брат альпака silk я даже рассказывал о том что давайте я вам поближе покажу что пряжа у меня вот это было в запасах до фиолетовая бежевая покупала ее дочка вернее покупала она сказала я хочу сама купить пряжу и чтобы ты чтобы ты мне связала джемпер и дел в том что которая была у меня фиолетовая ну или сиреневая наверно правильно сказать она в вязании более такая вы знаете плюшевая да то есть такая вот как будто слегка подваленная а именно вот бежевая она очень такая ворсистая и было очень и очень приятно вязать мне очень понравилось видимо от цвета зависит до качество ниточки джемпер вязался у меня снизу вверх я вязала резиночку на спицах три с половиной кубические один овел далее полностью полотно я вязала на спицах номер четыре и моя плотность вязания это 16 петель в 10 сантиметрах ну либо один в одном сантиметре 1 6 петли перед и спинку я вязала сразу по кругу на спицы я набирала 150 петель то есть 75 и 75 на перед и спинку плечо я вязала спущенная горловинку и спинку делала углубление да то есть видно что у меня по спинке углубление если честно когда вижу реглан я этого углубления не делаю хотя знаю что делают углубление то есть провязывают несколько укороченных рядов чтобы было углубление по спинке я почему-то в реглане этого не делаю но я делаю когда вижу изделие снизу вверх обрабатывала тоже на спицах кубических три с половиной не считала сколько в горловине петель но закрывала с накидом и как видите все хорошо вообще лежит то есть ничего это уже 2 стирка то есть джемпер уже приехал из поездки я его уже постирала и посмотрите все замечательно горловинка сидит у нас вот про расход я рассказала рукава я тоже сокращала здесь по моему было 60 чем-то петель честно уже не помню постарайте не записала ничего сократила до 42 петель и закрыла тоже с накидом рукавчик все замечательно сидит ну я вам фотографии вставляла вы видели очень жаль что я удалила видео где подробнее рассказывала то сейчас только поняла что ну нет этих кусочков вязать из пряжи браш тальпака сил как мне очень понравилось честно я вязала первый раз и она меня очень порадовала меня порадовало то что кстати я вязала в 2 нити он непрозрачный и нижнего белья абсолютно не видно то есть это ну очень хорошо несмотря даже мы пробовали в нескольких вариантах то есть и темное и светлое под этим джемпером не видно она очень такая плотненькая приятная дочка отходила в нем не снимая всю поездку ей было тепло комфортно и он очень легкий то мне понравилось его вязать дочка счастлива довольна она у меня очень любит всякие пушистики и даже мы вязали помните такой сиреневый вязал тоже джемпер добавляли ниточку мохера вот очень она любит такие пушистую уютные джемпера так что про него уже закончу говорить да кстати резинка по низу была очень после набора я вообще набираю очень плотно у меня прям очень туго тугой месте набора такое место получается и после того как я постирала резинка разошлась все хорошо вообще джемпер отлично пережил стирку уже вот вторую он быстро на удивление сохнет очень быстро вот так что обновка и уже она съездила погуляла в нашем гардеробе есть так что давайте перейдем дальше к покупкам и еще готовым изделия как обещала показываю носочек который я уже связала я начала его вязать поездки в новгород вязала я его от мыска здесь у меня пяточка бумеранг резинкой 2 на 2 связан связана верхняя часть стопы и дальше от пятки тоже продолжила вязать резинкой здесь закрывала накидом это новая покупка пряжи я уже начала вязать второй такой носочек они на самом деле очень быстро вяжется давайте покажу это ализе artisan номер цвета 9006 такой вот осенний цвет расцветочка очень она мне понравилось вы не поверите вязание летела очень быстро поэтому носок я закончила уже дома пока монтировала видео для четвертого этапа быстро он как-то мне связался и и вот в общем то я уже начала второй также я вам хочу показать что я планирую в ближайшее время закончить у меня есть такой клуб одиноких носков этот я вам уже показывала я его вижу из риги и у меня еще представляете до сих пор не связана пара для этих носочков которые я вязала без пряжи drop snort я думала снимать мастер-класс но как раз я тогда приболела и просто описание скидывала ей схему узора свой телеграм-канал надо связать ему пару а то он так бедный одинокий лежит так это я честно уже не помню так кусочки снимала в течение этого всего времени проекта поэтому наверное я вам его уже показывала вижу второй носок тут у меня уже пятка вот так что надо быстрее заканчивать чтобы у каждого носочка в общем-то была пара еще по-моему где-то мне еще одна пар лежит вот и я вам сказала что это было из новой покупки пряжи до тализа артисан у меня просто какое-то неприличное количество теперь ализе артисан после того как я связала гольфы из нее для проекта я просто влюбилась в эту пряжу и я сейчас вам покажу свои покупочки там не только будет ализе артисан пару еще ализе супер вошь или как они сейчас комфорт сокс называется затесались вот если вам интересная пряжа покупочки посмотреть какие цвета номера и артикулы я тогда вас жду сейчас в следующем небольшом отрывочке если нет вы можете его перемотать если вам вдруг не интересно пряжи и мы с вами увидимся в следующем кусочке так что я сейчас вас познакомлю с моей покупкой пряжи для начала я вам покажу два таких набора я покупала их в магазине иголка белошвейка по очень-очень красивой приемлемой цене покажу просто что вот он был была такая пряжа в наборах как видите здесь повторяется два цвета а дальше другие цвета давайте я сейчас их покажу вам я готова с вами делиться покупкой так этот цвет я уже не доставалась пакета потому что я вас познакомил я из него начала вязать носочки у меня 2 ма . пряжу которая заказала в магазине буку иголка белошвейка у меня шло вот так набором остальных артикулов я не заговорила нет у меня под вами . и так кстати серый пряжа это номер цвета 836 и у меня получилось из магазина в наборе два цвета серых интересно у них один одна партия не от разные партии вот но я еще заказала на балбересе тоже 2 ма . не там шли по какой-то очень приятной скидки так что у меня серого цвета 4 матка далее розовый такой нежно красивый розовый это номер цвета 161 здесь уже одна партия как видите очень красивый цвет нежный розовый просто влюбилась в эту ниточку мне она очень и очень нравится я хотела попробовать ее в однотонном и в меланжевом цвете и сейчас вижу получается эти вот носить осенние носочки и связала гольф фиолетового цвета мне оба как бы сказать оба варианта окраса alize artisan очень нравится потом мне не очень повезло с этой пряжей на самом деле я ее заказала на валбересе она тоже была по скидке но мне пришел один моток и как бы заказывать вернее забирать один моток по цене двух я не стала я отказалась это очень красивый такой бежевый цвет и номер цвета это 431 вот очень конечно было жалко но пришел всего лишь один моточек а следующий цвет такой вот красивый у меня кстати есть таких два моточка это будет 3 но я не против сейчас идет новый год и так далее и обязательно он подойдет для подарка номер цвета 90 04 очень красиво от серый тоже такой вот меланжевый где-то даже бежевый про проблескивает так и это у нас номер 9005 очень красивый цвет очень приятная пряжа я прям от нее в восторге потом смотрите здесь получается розовое вот такие вот они разные от бледного до яркого это такой вот прям красивый розовый цвет номер они все красивые 178 ну просто более такой средь средний розовый да этот получается уже такой более яркий наверное даже цвет фуксии я бы сказала это номер семьсот девяносто восемь и вот такой вот красавчик очень красивый ему правда извините не повезло с этикеткой вот но номер я все правильно беру 90 02 очень посмотрите какой красивый цвет я думаю в полосочках он ляжет это вот наверное может даже и из него связано здесь жилетка очень красивый цвет также у меня уже есть белая но я заказала себе еще два моточка белой пряжи и это номер цвета 55 очень красивый мягкий белый такой цвет можно связать да и где-то пяточки на пяточки масочки белый цвет мне кажется совсем непрактично у меня просто есть одни короткие носки которые я вязала методом helix и у меня там пятка и масок белого цвета в общем и уже конечно они совсем не презентабельны поэтому я думаю что можно использовать допустим для helix а да то есть сочетать его с любимым с любым цветом будет красиво очень смотреться потом вот такой вот красивый тыквенный просто тоже два моточка и номер цвета это 281 красивый цвет прям тыковка такая ну и как я и говорила мне кстати положили в подарок такие красивые булавки зачесались два цвета ализе комфорт сок я за ними долго гонялась очень долго ждала и вот они ко мне пришли это вот такой красивый зеленый милан так мой телефон устал сказал много вы пряжи показываете общем закончилась память я почистила и повторюсь это номер цвета 2696 очень красивый зеленый давно мне его хотелось к себе в коллекцию и у меня его теперь дома . и вот такой очень красивый губ голубой меланжевый тоже за ним долго гонялась его как-то он появлялся сразу разбирали может быть я не там искала или смотрела не знаю так и ищем номер цвета а его такие нет да вот нету этой этикетки которая здесь должна быть так я сейчас посмотрю на втором точке если нет я тогда напишу на экране на втором точке такая же история но в том пакете который он прибыл здесь написано цвет 7708 если это будет не так я напишу номер цвета вот так что такие мои покупки я в восторге конечно так большая теперь у меня коллекция пряжи и это еще не все да то есть у артисан вообще очень и очень красивая богатая коллекция я смотрю вообще палитра цвета и понимаю что у меня многого еще нет но уже многое есть поэтому надо вязать муж уже говорит что уже некуда все это распихивать на каждый раз я нахожу еще место вот и уговариваю его купить мне большой шкаф вот но мне кажется надо там не один шкаф а комнату с полками это наверное будет мало вот так что такие мои покупочки пойду вязать носочки у меня вообще на самом деле хочется довязать не довязываем то есть это носки пары повязать еще у меня есть два джемпера это джемпер сына и который я вязала себе красный без рукавов лежат так что надо подтягивать как-то не хочу начинать ничего нового плечевого хотя мне надо в подарок начинать я вам уже говорила но хочу сначала довязать рукава надеюсь что у меня все получится ну хотя бы сыну джемпер а уже себе можно потихоньку потом так по 20 рядов повязывать вот так что под описать с вами поделюсь своими продвижениями буквально через секунду и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас сегодня 9 ноября и я хочу с вами поделиться подарочком, который я получила после вязания на выбывание. Я сейчас за кадром немножко пошумлю, открою и поделюсь, что же мне там пришло и от какого магазина. Итак, вот такая красота мне пришла от магазина про клубочки или Amazing Wool. Пряжа Кашемир Голд от Мондиаль. Здесь 10% Кашемира, 70% Лана Верджин Мерина Экстра Файн и 20% Минград Фибдор. В 50 граммах, 110 метров. И спицер рекомендует 3,5, от 3,5 до 4,5. Так, и цвет номер 118. У меня 5 маточков. Такой вообще он очень и очень мягкий. Он. Кашемир, наверное, думаю. Очень мягкие клубочки. Вообще такие замечательные. И мой любимый цвет. Также у меня здесь спицы АДИ 3,5-80 сантиметров. Очень классные спицы. Именно просто круглых спиц у меня нету обычных. Спицы с удлиненным кончиком для тонкой пряжи. Спицы круговые на гибкой леске. У меня АДИ есть новелл, которые такие кубические и рифленые. Такой замечательный подарок. Вообще я очень и очень рада. Мне очень и очень нравится. Еще раз хочу спасибо сказать Олечке, организатору этой игры. С удовольствием всегда в ней участвую. И спасибо вам за ваши комментарии. И за то, что участвую вместе с вами. А также магазину про клубочки за такой замечательный подарок. Очень и очень мне он нравится. Я мега довольна. Давайте перейдем к готовым работам. У меня их, как видите, уже три. Но про эту пару поговорим чуть попозже. Я вам показывала, что в поездке в Новгород я начала вязать эти носочки. И все, у меня уже готова пара. Я их уже даже постирала, заблокировала. Вот такие носочки получились. Мне на самом деле очень понравилось вязать эту пряжу. Как вы поняли, я теперь фанат пряжи Артисан. И у меня прямо сейчас очень большая палитра этой пряжи. И, кстати, недавно я тут увидела на канале у одной девушки из Латвии. Так, канал называется, по-моему, мой рукодельный уголок. Она показала, что у Артисан вышел цвет 56. Это красный. Я его нашла и заказала целую упаковку. Мне кажется, на новогодние носки вообще очень подойдет. Дело в том, что я искала разных артикулов, чтобы в палитре был красный цвет. Но, к сожалению, либо он бордовый, либо вообще не красный, а там цвет фукси. И вот увидела у... По-моему, девушку зовут Датца. Да, Датца, если я правильно ее имя произношу. Показывает, что есть у Артисан красная пряжа. В общем, я мега быстро нашла и заказала. Так что поделюсь с вами попозже. Вот, пара такая вот готова. Они у меня получились идентичные. Вязала я их от мыска. Первый носочек я связала, вязала, вязала. И, в общем, когда... Так, вот это второй. Я уже вижу, что второй. Это первый был. Дело в том, что когда я провязала, я посмотрела, что у меня секции заканчиваются как раз в аккурат. И здесь должна начаться вот эта вот оранжевая. Я здесь уже стала закрывать. Я оборвала нить. Закрывала с накидом. И, в общем, поэтому у меня получилось второй носочек. Вообще идентичный. Да, то есть вот они полностью... Все полосочки у меня совпали. Но здесь, видимо, как-то где-то может покороче нить. И получилось, что немножко оранжевого цвета сюда зашло на закрытие. Но ничего страшного. Так что и пятки, посмотрите, получились. Видите, здесь, наверное, больше было коричневого. Или здесь оранжевого и коричневого. Вот, да. То есть, что получилось немножко вот здесь в закрытие ушло оранжевое. Но ничего. Вот, я приготовила весы. Давайте мы с вами вес весим. Сколько же у меня они весят. Напомню, вязала с пяткой бумеранг. Клин с клином подъема. Здесь вот так делала специально. У меня здесь пошла одна лицевая петля. И я ее провязывала. И от нее делала прибавки в виде изнаночных петель. Мне нравится такое прибавление. Весит они 64 грамма. Вот, я люблю вязать носочки от мазка. И, если честно, я бы, наверное, еще связала такие же носочки. Но сделала бы паголинок побольше. Хотя эти тоже можно вот так вот удобно дома завернуть. Да, и носить как коротенькие. Либо вот просто еще довязать сколько-то там. Да, и чтобы они были подлиннее. Да, то есть вот вариант как бы тоже такого носочка. Далее я еще закончила эту пару. Да, то есть я вам показывала только начало. Это носочки шести ниточной реги. Вот такие вот очень красивые. Мне они очень нравятся. Узором, как говорят, ломаная резинка, кукурузка. В общем, много названий. Знаете, как в этом фильме. Москва слезам не верит. Он же Гоша, он же Гога. Так что эта резинка тоже этот узор носит много разных названий. Вот, очень красивая получилась пара. И давайте взвесим тоже ее. У меня остался небольшой остаток. Но я думаю, что я буду его уже комбинировать. 85 грамм. Я думаю, что я его буду комбинировать. Именно у меня еще есть региа, которую мне дарили в прошлом году. Ольга. Именно секционного окрашения. Вот ее я буду. Они совпадают по тональности. Буду комбинировать свяжу носочки методом Helix. Ну и давайте перейдем к этим красавчикам. Я уже вам много раз и давно рассказывала о том, что я все-таки хочу попробовать связать носочки факультетов. Из фильма Гарри Поттер. Да, так вот эти немножко мешают. Уберу. И, в общем, я попробовала связать вот такую парочку. Эта пряжа не взяла с собой мыточки. Это Alize Comfort Socks. И вот эта пряжа желтая. Не помню в том году. Это бобинная, в общем, носочная пряжа. Но я вам скажу, что я не совсем довольна этой пряжей. Она очень тонкая по сравнению с Alize Comfort Socks. Так, у вас засвечивают ужасно носочки. Она чуть-чуть по такой винный цвет. Приглушенный. И вы знаете, сколько я не искала цветов, да. И какие должны быть именно расцветки у факультетов. Я имею ввиду сочетание полос. Вообще встречала очень-очень много разных. Я единственное только, еще раз прикреплю, встречала именно какие сочетания цветов должны быть у каждого факультета. И это факультет Gryffindor. Бортовый и желтый цвет. Вот. И, в общем, я связала, как говорится, свои собственные. Вот. Я здесь сделала две полосочки. И посредине стопы. И кончики, то есть, носочки я сделала желтыми. На ноге они смотрятся довольно-таки симпатичны. Что хочу рассказать еще. В этом носочке, в этих носочках, в этой паре я попробовала здесь сделать вот так. Край. Так, какая-то волосинка. Видела, что Вера и кто-то еще из девочек делают здесь три петли платочной вязки. Честно, мне не совсем понравилось. Но я попробовала. Это надо было сделать. Я сделала. Не понравилось. Больше так делать не буду. Ну, тут дело вкуса, понимаете. Кому нравится, кому-то нет. Вот. Эти носочки у меня получились на размер 38-39. Я все сделала записи. Да, как вязала. Прибавки, убавки. И какое расстояние. Да, сколько рядов у меня до полос. То есть, от пятки и до мыска. Буду вязать еще такие носочки. Но уже не буду делать эту платочную дорожку. Они у меня не постираны. Почему не постираны? Расскажу. У меня уже были ажурные носочки из пряжи бордового цвета. Тогда она еще была Лизе Комфорт Сокс. И она дает цвет. Так как у меня здесь желтый, я вообще не хочу, чтобы они у меня покрасились. И я ждала заказ вот таких вот салфеточек. Салфетки-магниты. Их добавляют при стирке, чтобы не линяли цвета. То есть, они лишний цвет забирают на себя. Я не буду открывать. Они у меня здесь шли набором. Вообще, по какой-то очень-очень приятной цене. Две упаковочки. Здесь у меня получается 60 штук. Я, если честно, добавляю даже эти салфетки не просто для вязания, для вязаных изделий. А когда обычная стирка, я, допустим, сомневаюсь, что где-то какой-то футболка, я не знаю, или лонгслив отдаст цвет, я и бросаю одну салфетку в барабан. И вы знаете, достаю, прям видно, что она на себя цвет забирает. Вот. Поэтому я дождалась, дождалась эти салфетки. Ловушки их еще называют. И постираю теперь эту парочку салфеткой, чтобы у меня желтый цвет не полинял. И вам потом расскажу, удалось мне это сделать или нет. Дальше продолжу вязать носки для других факультетов. Для Слизерин, Пуффин Дуй и Коктеврам. У меня все есть цвета для этих факультетов, поэтому я продолжу вязать. Вот. Так что, такие мои готовые работы. Носочки. И сейчас давайте мы с вами перейдем на формат лицо в кадре, скажем так. И я вам расскажу еще про свои планы на ближайшее время. И давайте перейдем... Я извиняюсь, шумят соседи. Просто я уже выбирала время, делается ремонт. Давайте перейдем к планам на ближайшее время. И первый мой план я покажу в виде покупки. Это браштальпака Силк от Астродизайн. И у меня таких два замечательных цвета. Номер 13569 и номер 7212. Она похожа... Я уже показывала голубая у меня есть. Тоже в голубом цвете. Похожа эта пряжа на браштальпаку Силк. И ничем от нее не отличается. Теперь давайте расскажу, что же буду я из нее вязать. Я вам показывала такую бобинку очень красивого зеленого цвета. Стопроцентный меринос. Который мы хотели вязать с дочкой. Купили вернее на подарок. Вязать джемпер подруги на день рождения. Но после того, как я ей связала вот этот полосатый джемперок из браштальпака Силк. От Дропс. Она сказала, что она хочет связать лучше такой же пушистик. И мы выбрали с ней вот таких два цвета. Ну и скажу, забегая вперед, что будет еще и третий. Мы заказали еще натурального цвета. Ну такой белый. Тоже белого цвета. Эту же пряжу. Хотим в таких попробовать в три полоски сделать. Какую-то шире, какую-то уже. Вот. Это будет план на первое сейчас, скажем так, время. Потому что мне надо к 23 ноября его связать. И скорее всего я буду вязать его сверху вниз регланом. У меня каждого цвета по шесть мотков. И вот который натуральный белый. Мы ждем три моточка. Потому что там планируется из белого тонкие полоски. И как бы много его не нужно. И я хочу начать регланом. И с ростком. В общем, чтобы контролировать полосы. Чтобы красиво они ложились. Потому что если вязать. Допустим, я бы если бы было два цвета. Я связала бы по подобию джемпера дочки. То есть там уже все видно, рассчитано. То есть я знаю, что я полосы вязала по 19 рядов. И вот как они расположились. Здесь будет вмешан третий цвет. Поэтому я хочу начать его сверху. Чтобы красиво все полосочки легли. И хватило, скажем так, пряжи. Вот это будет первое, что я буду вязать, когда получу третий цвет. И еще хочу поговорить о том, что я буду вязать в ближайшее время. Я долго думала рассказать вам или нет. Но дело не в том, что рассказать. А обратиться к вам. В прошлом году, начнем, скажем так, издалека. В прошлом году я случайно в запрещенной соцсети встретила пост одной благотворительной организации, которая называется Добрый Слон. Она находится у нас в Санкт-Петербурге. И они там собирали деткам сладкие подарки. То есть кто хотел, желающие могли поучаствовать. Я откликнулась, а потом меня посетила такая мысль, почему бы не предложить такую делу в школе, в классе. И класс моей дочки собирал сладкие подарки. И мы отправляли деткам. И в этом году, сразу же с сентября, мне сразу сказали, что с удовольствием будут тоже участвовать в таком благом деле. И даже в прошлом году другие классы спрашивали, могут ли они поучаствовать. Но уже, скажем так, подарки были собраны. И отправлены уже возможности до отправить их не было. То есть были специально заказаны машины. И их уже отправили. В этом году нас участвует больше. Вот это очень замечательное и доброе дело. И в этом году я попросила сразу организатора написать мне, когда уже можно сказать, что все, собираем подарочки сладенькие. И в переписке мы с Анной переписывались. И, в общем, пришли к тому, что можно не только сладкие подарки. В прошлом году, кстати, тоже наша семья дарила индивидуальные подарки. На страничке фонда были выложены подарки, списки. Детки писали письма Деду Морозу. И были выложены эти письма. Там, не знаю, допустим, Даша хочет куколку. Там Даша столько-то лет и так далее. И мы тоже дарили от нашей семьи индивидуальные подарки. И в этом году как-то просто мигом их разобрали. Но это очень радует, что много таких неравнодушных людей, которые готовы сделать подарочки деткам на Новый год. И в переписке также мы разговаривали с Анной. И я узнала, что деткам не только можно дарить сладкие подарки, а вообще там от себя что-то. А также предметы одежды. Да, очень им требуется нижнее белье, маечки, носочки, трусики и так далее. Мы решили от себя тоже подарить фонду. То есть, чтобы они деткам передали эти вещи. И еще немаловажный момент, о котором я хочу с вами поговорить. Еще сказали, что нужны очень шапочки, так как идет сейчас зима. Шапочки, шарфы, рукавички, варежки деткам. И я спросила, а можно ли их связать? То есть, ну почему нет? И мне сказали, конечно. И, конечно, я буду вязать обязательно шарфы, скорее всего, на машине, чтобы навязать их больше. Вот. И также попробую вязать шапочки. И вот в этом моменте я хотела бы обратиться к вам. Возможно, у вас будет желание тоже поучаствовать, да? И подарить какому-то ребенку шапочку, рукавички или варежки. Я, честно, немножко смущаюсь и сдерживаюсь. Да, эмоции. Ну, это тяжело. Да, потому что детки находятся в детском доме и хочется, чтобы они, и хочется им подарить, да, свое тепло. И для нас это же не так много, да, подарить или маечки отдать, или трусики, или связать шапочку, шарфики, да. То есть, это в пределах наших возможностей. Я говорю о себе лично и просто вот хотела обратиться к вам, что вдруг вы тоже хотите поучаствовать. Я оставлю почту, да, свою под этим видео и вы можете мне написать, что о вашем желании, если вдруг захотите связать даже одну шапочку или рукавички или шарфик. Это очень здорово, да, то есть подарить свое тепло ребеночку, да. То есть, я думаю, что это вообще очень здорово, да, делать такие вот добрые, благие дела. Вот, так что не сказала, что детки от 2 до 13 лет. И, скорее всего, если вязать из пряжи, основываясь на своем опыте, я вязала и буду еще вязать, мне привезли пряжу для клуба 40 петель добра, надо полушерсть. В том плане, что никто ручками стирать наши шапочки шали не будет, то есть там все машинная стирка. И чтобы вещь сразу не пришла в негодность, да, там не скаталась, не свалялась, да, то есть, а можно было еще многократно ее использовать. Лучше использовать пряжу полушерсть, да, конечно, хочется подарить что-то тепленькое, стопроцентной шерсти, там, или с альпакой, или еще там как-то очень из хорошей, я имею в виду, пряжи. Это все здорово, но дело в том, что все же стирать там будут в машинах, и чтобы, да, вещь была более такого долгого использования, да, чтобы хватило лучше из полушерсти. Вот, так что оставлю, никого не принуждаю, ни о чем не прошу, это просто такое добровольное. Я вам рассказала о своем плане, что я буду вязать вещички и передавать все, в общем, да, в пределах моих возможностей, и предложила, если вдруг у вас есть такое желание поучаствовать вместе со мной, почту я оставлю, пишите мне, и дальше уже договоримся, да, как и что будет это приходить, и вы сможете мне передавать, скорее всего, по почте отправлять. Вот, а я буду уже получать и отдавать в центр деткам. Так что, такие планы у меня на ближайшее время, связать джемпер, вязать деткам, и, конечно, я думаю, что еще что-то будет в ближайшее время. Я еще немножко отстаю, не немножко, а вообще очень сильно отстаю в одном проекте. Стараюсь сейчас нагнать упущенное время, надеюсь, у меня получится. Вот, в общем, вязания много, и некогда сидеть, скажем так, на месте. Я рада, что вы провели со мной это время, досмотрели это видео до конца. Да, я очень буду вам признательна, если вы поставите лайк этому видео, я буду знать и понимать, что вам нравится проводить время со мной. Может быть, вы со мной вяжете, или просто там, не знаю, готовите, или расслабляетесь. Я вот тоже, когда готовлю, бывает, включаю любимых блогеров, и в процессе, да, смотрю, в процессе готовки смотрю, и это очень здорово. Так что, спасибо вам всем большое, и до встречи в новых видео.